Мои дорогие, еще одна зима у нас подходит к концу. И в связи с радостью встречи с солнышком у нас идут проблемы весенние. Какие весенние проблемы? Чаще всего это обострение многих заболеваний. Почему такое происходит? Я это все отслеживаю в микроскоп. Так что микроскоп у меня всегда на столе. Кровь каждого пациента мы в центре осматриваем на наличие микрофлоры в данный момент. Так что показывает весенняя микрофлора? Что она живает так же, как и оживаем мы. И если мы посмотрим на тех микроорганизмов, которые у нас находятся в кровотоке. Давайте мы сейчас с вами посмотрим, насколько у нас активно может проявлять себя микрофлора грибковая. Посмотрите, пожалуйста, вот это мицелий дрожжевого грибка кандииды у нас в кровотоке. При наличии синдрома повышенной проницаемости слизистой говорит, что микрофлора грибковая к весне тоже просыпается, как она. У них такие же ритмы, которые они чувствуют по погодным условиям. И эта микрофлора весной начинает более активно размножаться. Вот это мы видим грибковую микрофлору. Наряду с грибковой микрофлорой у нас начинает активно размножаться и протозойная микрофлора, и гельминтозы проявляются. То есть посмотрите, вот это у нас, ну узнавайте, кто у нас такой красавчик, который во всех учебниках показывает вот таким пучеглазым. Конечно, это апвисторх. Удивительная висцеральная личинка апвисторха, которая опять появляется в кровотоке при наличии воспалительного процесса с синдромом повышенной проницаемости слизистой. Значит, к весне активируется воспалительный процесс. Воспалительный процесс активируется у тех, у кого не получается отработать хорошо иммунным клеткам. Давайте посмотрим с вами иммунные клетки при их активном состоянии. Вот я показываю нашу иммунную клетку. Всегда проверяю у своих пациентов. Вот она активная иммунная клетка, которая способна своими ферментами, которые находятся внутри иммунной клетки, растворить микроорганизмы, которые находятся в плазме крови. Значит, если мы говорим, что у нас весной оживает микрофлора, значит должен активироваться и иммунитет, который с этой микрофлорой должен справиться. Это все должно. Но у нас есть нормальная физиология, есть патологическая, есть нормальная анатомия, есть патологическая. Если лимфатическая система у нас с вами спит, вот она удивительная, лимфатическая система у нас, вот увеличенные лимфатические узлы, которые подкожные, а есть еще глубокие. И эти лимфатические узлы, они нам показывают, что при наличии воспаления им придется трудиться. Ну, мы с вами все гланды знаем с детства и всегда доктор смотрел, вспоминая этот стакантик со шпателем, шпатель использованный, шпатель не использованный стоял у доктора. Он открывал ротик ребенка и смотрел, какие гланды, какая разница, у взрослых такая же ситуация. Значит, показателем воспаления является лимфостаз, а там уже и механическое сдавление сосудов, когда появляется сосудистый компонент. И вот сосудистый компонент увеличения лимфатических узлов на фоне воспаления издавления сосудов дает нарушение кровоснабжения суставов. Давайте посмотрим эту ситуацию, как мы можем с вами продиагностировать, да? Вот, пожалуйста, исследование, результаты исследования лимфатической системы. И если мы с вами увидим беленькие, это увеличенные лимфатические узлы, какая сторона? Правая сторона, значит, где микрофора размножается? В восходящем отделе кишечника, правая сторона. Значит, увеличены правые паховые лимфатические узлы. Значит, какая нагрузка в этот момент у нас с вами идет? На правый тазобедренный сустав, правый коленный сустав и правый голеноскутный сустав. Вот вам проявление, как заскрипели, или как пожилые говорят, почувствовал, что приближается весна по хрусту в колене. Увеличенные лимфатические узлы паха на фоне идущего воспаления. Вот нам исследование с вами показывает. И если мы сдавили сосуды, значит суставы этой ноги будут проблемны. Если у нас увеличенный лимфатический узл, посмотрите, это у нас левая подмышечная зона, увеличенный лимфатический узл нарушает у нас с вами кровоснабжение уже верхней конечности. То есть мы будем иметь проблемы с суставами рук. Значит идущее воспаление, увеличение лимфатических узлов, как бланда при амбинии, нарушение кровоснабжения суставов, размножение микрофлоры, которую мы все можем констатировать. И следующее за этим уже заболевание артроза А3. У нас об этом есть отдельный онлайн курс. Это заболевание суставов. Сейчас неделя распродажи. Воспользуйтесь, пожалуйста, и предупредите это состояние. Я все рассказываю, чтобы не было у вас весеннего обострения. Ведь хочется ходить уже, выйти на улицу, снега нет скоро. И мы с вами должны иметь суставы не хрустящие. Молодые суставы, молодых вам суставов с нашими лайн курсами. Субтитры сделал DimaTorzok